здравствуйте уважаемые любители самоделок в данном видеоролике хочу показать вам как переделать обыкновенный манометр в вакууметр чтобы была возможность измерять отрицательные давления подойдет любой манометр как советский так и китайский любой имеющийся в наличии для начала разбираем откручиваем корпус практически все манометры разбираются подобным образом в принципе ничего нет сложного откручиваем задние болтики на корпусе чтобы снять стеклышко есть специальные пазы вот я показываю пальцем один и второй паз туда закладываем отвертку проворачиваем отщелкиваем стеклышко с одной стороны и отщелкиваем с другой стороны стеклышко нигде там не заклеено ничего просто легко снимается держится посредством защелочек вытаскиваем механизм манометра из корпуса делать это нужно аккуратно чтобы ничего не погнуть и не поломать вот сам механизм значит сзади у него расположена серпообразная дуговая камера и зубчатый сектор вот я показываю отверткой так вот вся переделка заключается в том чтобы этот зубчатый сектор расположить так чтобы его зубов хватило вращать стрелку против против часовой стрелки в общем влево для этого нужно его переместить сместить относительно шестерни которая находится на валу стрелки снимаем стрелку в данном видео я еще сниму сам циферблат чтобы лучше было видно механизм но в принципе при переделке его можно не снимать чтобы снять циферблат откручиваем два винтика которые находятся впереди винтики нужно откручивать аккуратно потому что часто они там очень плотно сидят и можно подсбивать шлицы вот циферблат снят мы видим сам механизм сейчас я покажу зубчатый зубчатый сектор подведу ближе вот он вот при нажатии на сектор мы видим он отклоняю стрелку так вот нужно чтобы его зубов хватало отклоняя стрелку как в одну сторону так и в другую посредством вот я сейчас подгибаю тяжку которая соединяет этот сектор с дуговой камеры и будет возможность в этому сектору вращать стрелку в одну и в другую сторону когда мы будем подавать вакуум отрицательное давление на серпообразная камера будет как бы сгинаться внутрь и поворачивать зубчатый сектор который в свою очередь будет поворачивать шестеренку шестеренка будет конец стрелку влево ставим стрелочку на место напротив цифры 2 приблизительно потому что я сектор переставил где-то на одну треть его длины значит теперь цифра 2 у нас будет нулем отклоняем влево и отклоняем вправо влево отрицательное давление право положительное цифры можно стереть по написывать или по наклеивать другие но мне не нужно и так понимаю значит собираем ставим в корпус закручиваем булки одеваем стеклышко данная переделка манометра на точность показаний его практически не влияет особенно такого китайского не очень точного манометра тем более не повлияет но мы сможем ориентироваться какое у нас давление на выходе там с довольно приличной точностью данный прибор применять можно при ремонте при любительском ремонте скажем так холодильного оборудования домашнего вакуумирования дерева и так далее ну вот собственно говоря и вся переделка спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем хорошего настроения зови и Продолжение следует...